Когда, кстати, собираетесь подавать документы на регистрацию в Центре Сберкомбе? В каком виде это будет? Нет, значит, будем подавать среди первых. Среди первых это, по-моему, со 2-го или с 3-го октября начинается? С 3-го октября. Да, и до 1-го ноября, до 30-го сентября. Нет, мы будем подавать среди первых. У меня была мысль сохранить интригу максимальную. До 30-го октября? Ну, примерно. И появится там последний момент. Нет, даже не до 30-го октября. Я думал, сохранить ее до ноября. Почему? Потому что сегодня ведется очень серьезная работа со стороны силовиков и некоторых политических партий. Им говорят, послушайте, мы знаем, что ваша партия мертвая, а не проходная. Рейтинг у нее полпроцента. Давайте мы вам сами дадим деньги на участие в выборах. Только не берите усатого себе. Ну, слишком много партий для этого. 41 партия. Нет, слишком много, но у половины из этих политических партий очень серьезные проблемы с документами. И сегодня я не могу... Есть на самом деле несколько неплохих вариантов, но снимите эту проблему, потому что если я им не давал никаких поводов, да, и они, скажем так, и в случае с нашей партией, с парусом пошли против нас по беспределу, и фактически эти два боя они выиграли, я это признаю, но то, что они проиграют сражение, в этом вы можете быть уверены. Поэтому сегодня мы будем регистрировать. Это будет либо блок, электоральный блок Ренат Усатый. Идеальный вариант сегодня. Для этого нужно две или три партии. Две, две. Три это уже... Две, потому что 9%. Две это 9%, три это 11%. Да, я абсолютно... Меня не пугают вообще и блоки из трех партий, просто нет смысла, зачем, достаточно двух партий, чтобы создать этот блок. Либо крайний вариант, если я все-таки включу на следующей неделе очередной этап фалежских шахмат, то появится очень интересная партия, не хочу сейчас давать никаких деталей, потому что... Которая существует, естественно. Ну, естественно, конечно. Она существует, и в электоральном символе будет написано Ренат Усатый. То есть, дальше, я уже понимаю сегодня, вижу по результатам опросов, те, которые, по крайней мере, делаю я, там, для внутреннего пользования, я вижу, что даже наша партия, насколько были скандалы, там, с нерегистрацией, апелляционная палата, выход работников Минюста против Ефрема, то название нашей партии, ее знает в стране 30%, узнаваемость у Рената Усатого под 70%. Поэтому я сегодня четко понимаю, что где будет написано Ренат Усатый, там будет порядок, бюллетенец. В парламенте сегодня я вижу примерно следующий расклад, то есть в будущем парламенте. Интересно. Пройдут коммунисты. Коммунисты наберут в районе 30%. Я прямо записываю ваш сегодняшний прогноз. 30%. Да, мы наберем сегодня, значит, минимум, даже если у них там пошатается ситуация, они наберут 25, это минимум. Максимум наберут 30. Значит, мы наберем процентов минимально 13, максимум 20, как бы это дерзко не показалось. Я записываю ваш прогноз на сегодня, 26 марта. Министерство социалистов сегодня ввиду той внешней поддержки, ввиду тех мероприятий, которые там Додон постоянно организовывает, значит, они в парламент, ввиду тех мероприятий, которые они планируют, я просто про некоторые из них знаю, значит, они наберут 7% и пройдут в парламент. Я сегодня заявляю со всей ответственностью, что даже находясь в оппозиции, ну, в случае, если произойдет американская свадьба, как я называю этот проект, американская свадьба, это Альянс Демпартия, ЛДПМ и ПКРМ. То есть, если произойдет эта свадьба, я вам обещаю, что даже находясь в оппозиции, люди увидят, что усат и решают вопрос.